Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. В последнее время у нас, да почему в последнее время, наверное, все время, какое мы живем, наблюдаем в современной России, у нас постоянно возникает вопрос, что будет с долларом. Опять доллар преодолевал недавно отметку 100, мы увидели очень резкий, что называется, подъем комментариев по этому поводу и со стороны финансового блока правительства России, со стороны Центрального банка, была реакция, связанная с повышением процентной ставки. Естественно, когда происходят вот такие вот резкие движения, да, очень сильно уплотняется информационный фон, много комментариев по этому поводу, много видео на ютубе по этому поводу выходит. Я тоже, соответственно, решил поделиться своим мнением, поэтому вопрос будет, доллар по 200 или нет. Если вы хотите знать мое мнение, обязательно смотрите данное видео до конца. И давайте поговорим, то есть возможно это или невозможно, и в какие промежутки времени можно увидеть такие цели по доллару. Как всегда, у любого события, у любого обстоятельства есть как позитивные, так и негативные стороны. Когда мы говорим о том, что влияет на курс рубля, я неоднократно, в принципе, на канале об этом уже заявлял, то есть есть некие внешние факторы, которые влияют на курс рубля, в первую очередь связанные с тем, как ведет себя доллар на глобальном рынке. Есть внутрироссийские факторы, где помимо всего прочего значения, мы сейчас не берем текущую ситуацию, мы говорим вот нормальное время, когда не ведутся никакие специализмные операции, то дополнительно на курс валюты еще влияет цена на международном рынке на сырьевые товары. То есть сколько стоит нефть, сколько стоит руда, сколько стоит металлы, сколько стоит минеральные удобрения. То есть основные товары, которые Россия экспортирует, то есть продает за рубеж. Потому что если получается цена на сырьевые товары высокая, получаем большой объем валютной выручки, экспортеры эту валютную выручку спокойно привозят в Россию, в Россию продают, зарабатывают с этого и платят налоги в том числе. Но и третий фактор, который с недавнего времени появился, это влияние экономических санкций. Это, соответственно, ограничения валютные, связанные с тем, как тяжело может в принципе завозиться и вывозиться валюта на территорию России. При этом завоз, вывоз валюты на территорию России осуществляют как юридические лица, так и физические лица. Юридическими лицами выступают экспортно-ориентированные компании, опять же, которые за валюту продают сырьевые товары. И, соответственно, импортеры, которые наоборот, им нужна валюта для того, чтобы закупать товары. То есть, они покупают валюту на территории России, эту валюту переводят за рубеж, чтобы осуществить оплату за отгрузку товара и доставку этого товара на территорию России. В России, соответственно, продают за рубли. Три фактора этих влияют. И вот сейчас первое, что нужно понимать, что можно слушать большое количество аналитиков, но вы должны смотреть на три составляющие. Первое, что происходит с долларом глобально в мире, растет он или падает. Второе, соответственно, что происходит с сырьевыми товарами. Третье, соответственно, нужно смотреть на сальдо тларгового баланса российского. То есть, сколько мы продаем, сколько мы за это получаем валюты и сколько валюты покупаем для того, чтобы осуществлять импорт. Если отмотать год назад, ситуация была такая, что когда были введены санкции, связанные с значительными ограничениями, банки были отключены от свифтов крупнейшие банки. Были наложены санкции, связанные с предельной ценой на нефть, предельной ценой на нефть и продукты, по какой цене будут покупать. И в этом случае, что произошло? Произошло сиюминутно, доллар внутри России, он в принципе стал никому не нужен, абсолютно никому не нужен. Санкционные ограничения привели к тому, что достаточно много компаний иностранных покинули российский рынок. Соответственно, импортные товары перестали завозиться на территорию России и спрос на валюту в моменте просто схлопнулся. Ну, то есть, его не было. То есть, импортерам, юридическим лицам, то есть, из-за тех трех факторов, которые я до этого рассказал, глобально, что происходит с долларом в мире, цены на сырьевые товары и баланс экспорта-импорта. Вот мы идем от обратной истории, потому что баланс экспорта-импорта является ключевым. То есть, что произошло год назад? В этом балансе произошло следующее. Импортеры резко ушли с рынка. Иностранные компании. Цепочки поставок нарушились. Какие-то товары вообще запретили поставлять на территорию России. И, соответственно, спрос на валюту резко снизился. Юридическим лицам валюта не нужна. У экспортеров этой валюты, как у дураков-фантиков. То есть, еще санкции в полной мере не введены. Еще какие-то ограничения существенные не действуют. Есть проблемы с переводами, но проблем с продажей нет. То есть, особых ограничений никаких не присутствует. И поэтому получается, что российские компании экспортные продают очень много товаров. Продают сырье, продают нефть, газ. Получают валютную выручку, окольными путями привозят ее в Россию. И им надо как бы эту выручку продать. И продать кому? Продать надо импортерам. А импортеров нет. И получается, что все продают валюту. Мало того, Центральный банк ввел валютное ограничение, что физические лица не могут покупать. Если могут покупать, то с бешенными комиссиями. Наличные доллары снимать нельзя. В пределах определенного лимита переводить их нельзя. То есть, очень большие валютные ограничения. Доллар превратился в некий такой токсичный актив. Даже физические лица, которые смотрели, давайте ровно год назад отмотаем. Это же самое время, сентябрь 2022 года. Что происходило? Человек понимал, что если даже у него каким-то случайным образом окажутся доллары, что он с этими долларами может сделать? Наличные снять он не может, потому что он тогда будет снимать только рубли. И банк сконвертирует по невыгодному для него курсу. Перевести куда-то он особо не может. Все банки ему звонят, трезвонят, говорят, заберите валюту, конвертируйте ее, пожалуйста, куда-нибудь, потому что есть риск того, что они у вас вообще будут заблокированы, и вы не получите. Самое главное, с этой валютой нечего сделать. Абсолютно ничего невозможно сделать. Прошел ровно год. Как изменилась ситуация? Начали действовать ограничения. Ограничения на предельную цену на нефть, на нефтепродукты. Газпром вообще практически на 50-70% сократил объемы экспорта газа, потому что Европа отказалась от природного газа. Проблемы с их хозяйственной продукцией, с минеральными удобрениями, которые зависли. Расчеты невозможно производить. Усложнились очень серьезно. Нефть все равно продают, продают дружественным странам. Но продают, во-первых, не за доллары. Очень много расчетов происходит не в долларах. Происходит или в дружественных валютах, или вообще за рубли. Поэтому возникают сложности. То есть у нас объем вот этой вот валютной выручки, которая поступает в страну, она очень серьезно сократилась. У экспортеров есть эта выручка. Она никуда не делась. И вот видео, основной посыл видео, который я хочу донести, то, что экспортная выручка, она есть. Дружественные страны все равно покупают наше сырье. Поставки непосредственно идут, расчеты проводятся, но возникла очень существенная проблема, каким образом вот эту валюту привезти сюда, в страну, чтобы здесь ее можно было продавать. Опять же, это связано с валютными ограничениями. Если вы имели валютные счета, вы всегда знаете, там, когда SWIFT. Есть банк-корреспондент. Стандартными банками-корреспондентами для валютных счетов был или Ситибанк, или Дж.П. Морган, или Дойче Банк, Райфайзенбанк. То есть вот основные банки-корреспонденты, через которые проходили счета. То есть когда вы осуществляете транзакцию в валюте, у вас открыт валютный счет, я не знаю, в Сбербанке, или ВТБ-банке, любом банком российском. То есть есть валютный счет в российском банке. У российского банка есть банк-корреспондент в западной периферии. То есть фактически это западный банк, американские банки, преимущественно Сити и Дж.П. Морган. И в этом случае получается, вот Сити и Дж.П. Морган, они все транзакции, которые идут с российских банков, они их блокируют. То есть они деньги не пропускают, они начинают зависать. И самое главное, они не то, что начинают зависать, российский банк туда не отправляет, потому что он знает, если он это сделает, эту транзакцию, доллары зависнут. И у вас, как у клиента, к банку, российскому банку возникнет вопрос. Родной мой, где мои деньги? На что он скажет, ну извините, вот ввели санкции, поэтому туда не отправляйте. Мы даже ваше поручение на перевод денег не примем, потому что эти риски, они реальны. И получается из-за того, что это есть как у физических лиц, так и у юридических лиц, вот эта вот цепочка логистическая, она увеличивается. И то, что мы наблюдаем в настоящий момент, у нас произошло восстановление импорта, нашлись дружественные страны, нашлись какие-то дружбаны, через которых осуществляется параллельный импорт, через которых осуществляются расчеты. У нас очень сильно вырос импорт, который год назад там схлопнулся очень сильно. У импортеров возник запрос на доллары. Китайцы хоть и говорят везде, что мы готовы принимать юани за наши товары, индийцы говорят, мы готовы принимать рупии, но по факту, когда проходят сделки, говорите, нет, давайте в баксах, ребят, рассчитываться. И поэтому у импортеров возникает вопрос на доллары. Доллары они могут взять внутри России, и опять у них получается, что внутри России нужно вывести во внешнюю периферию, чтобы произвести расчет с контрагентами. Но тем не менее, здесь эта цепочка, она более или менее налажена. Получается, что Россия продает свое сырье, российские компании продают сырье, валюту, в принципе, за это получают, но валюта остается за внешним контуром. Валюта внутри страны не попадает. А импортеры, в принципе, могут пылесосить, то есть они по любому курсу покупают валюту, потому что за этой валютой им нужно рассчитаться за товары. Импорт вырос, объем экспорта может быть существенный и не сократился, но объем поступаемой валюты в страну уменьшился, и, соответственно, у нас, получается, долларов стало мало, а спрос на доллары вырос. Классические законы спроса и предложения, при котором возникает ситуация, что доллары-то вдруг понадобились импортерам, а взять их особо неоткуда. И не потому, что их нету, потому что они, в принципе, как были раньше, так и есть, потому что экспорт по-прежнему осуществляется. Вопрос в том, что их нельзя взять здесь, изнутри российского рынка. И это приводит к тому, что курс начинает расти непосредственно. В этой ситуации, что осуществляет Центральный банк, он осуществляет то, что он делал уже два раза подряд. Центральный банк очень хорошо вынес уроки 2008-2009 года, когда в погоне за валютной стабильностью, стабильностью валютного курса, Центральный банк сжег порядка 55-65 миллиардов долларов золотовалютных резервов для того, чтобы стабилизировать курс национальной валюты, когда цена на нефть упала со 140 долларов до 40 долларов. Тогда эти деньги заработали международные валютные спекулянты. Никак это не повлияло на то, что валюта была стабильной. В конечном счете все равно вынуждены были валюту отпустить. И после этого Центральным банком было принято решение, что российский рубль становится свободно конвертируемый. Да, он становится более волатильный, то есть у него могут быть большие колебания в плане как роста, так и снижения, но пускай цену определяет рынок. И в ситуации 2014 года с Крымом, в ситуации 2022 года с специальной военной операцией Центральный банк уже не вмешивался со своими золотовалютными резервами для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность национальной валюты. Говорил, пускай определяет рынок. И в принципе он вмешивается не путем прямых валютных интервенций, то есть путем, если курс доллара, например, растет, приходит Центробанк, большой продавец, и начинает прям просто всем, кому нужны доллары, продавать в неограниченных объемах для того, чтобы сбить цену. А он начинает повышать процентную ставку. И опять, в 2014 году это сработало, в 2020 году, когда был ковид, и когда немного тряхнуло по валютному курсу, в принципе это тоже сработало. То есть что делает Центральный банк? Он привлекает международных валютных спекулянтов, то есть он не сам сжигает резервы для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, а он делает привлекательным инвестиции в рублевые активы. То есть когда он повышает процентную ставку, начинают расти ставки по депозитам, начинают расти доходности облигаций российских компаний. И когда процентная ставка, например, в России составляет 15%, а в Америке 2% или 1,5% или 0,5%, начинаются операции carry trade. То есть спекулянты валютные, они занимают доллары под 0,5% 1% на один год, привозят эти доллары в Россию, в России эти доллары продают, на вырученные рубли покупают облигации с доходностью 15%, получают вот эту вот доходность в рублях 15%, после чего через год доллар ослабевает, рубль укрепляется, у них падение доходности облигаций раз прибыль, валютная переоценка два прибыль, накопленный купонный доход три прибыли. Три элементов прибыли. Операция carry trade. И опять-таки это работало до сегодняшнего момента. И ситуация, когда сейчас, в настоящий момент, центральный банк начинает повышать процентную ставку с целью погасить растущий спрос на валюту, это не сработает. И поэтому мы записываем вот 14 сентября данное видео, завтра у нас должно быть заседание центрального банка. Я не думаю, что будет какое-то значительное повышение процентной ставки, потому что центральный банк на самом деле сидят там не дураки и прекрасно понимают, что в настоящий момент, кто будет брать доллары, заводить внутри Россию, как они потом из России будут, если даже они заработают, если даже они заработают, то каким образом они обратно это будут выводить. Сейчас основная сложность возникает вот именно с трансграничными операциями, то есть свободные переводы валюты внутри России и изнутри России. И поэтому то, каким образом можно сейчас погасить вот этот вот растущий спрос на доллары, это введением определенных ограничений в плане валютного контроля. Сколько можно выводить физическим лицам за границу, можно ли снимать наличные доллары, сколько там экспортеры должны продавать валютные выручки, и в какие сроки они должны продавать эту валютную выручку. Потому что здесь есть оборотная сторона этой медали. Правительству и экспортерам при прочих равных условиях, в принципе, курс доллара выгоден, чтобы он был повыше. Потому что в этом случае, получается, вы в физическом плане не производите, не добываете больше сырьевых товаров. Ну, то есть, вот вы как добывали, там, я не знаю, 100 бочек нефти, да, вы так 100 бочек нефти и добываете. Но если раньше по курсу 60 вы получали определенный объем рублей, ну, допустим, продавали 100 бочек, по курсу 60, да, получали 6 тысяч. Сейчас по курсу 100 вы как продавали 100 бочек, так и продаете 100 бочек. Но количество рублей у вас стало на 40 рублей больше. И поэтому компании заработали на 40 рублей больше, они заплатили налогов на 40 рублей больше, они пополнили бюджет, и таким образом получается, что бюджет становится бездефицитным. И это хорошо. Для бюджета это хорошо, да, то есть можно по-прежнему придерживаться тех же расходов, которые есть. Но обратная сторона этой медали заключается в том, что импортеры теперь будут покупать импортные товары, чтобы им, соответственно, купить, им рублей надо больше. И когда они этот товар привезут на территорию России, когда вот эти вот инфляционные риски будут заложены, получается, что этот товар, в котором есть валютная составляющая цены, он в цене вырастет. И это приведет к инфляции. И когда инфляция еще небольшая, это не страшно. Когда инфляция становится большая, с чем тогда столкнется бюджет? Зарплаты бюджетникам индексировать, пенсии пенсионерам индексировать, выплаты какие-то боевые индексировать. Почему? Потому что народ будет задавать вопрос. Я сейчас не могу купить на эти деньги, да, столько, сколько я покупал раньше. И это приводит к тому, что нужно соблюсти вот этот вот баланс, вот эту грань. И они однократно заявляли, что балансом вот этим, сейчас в настоящий момент при текущих расходах правительства, балансом является уровень где-то в районе 80-90 рублей за доллар. То есть, когда преодолеваем порог 100, возникает вот эта вот нервозная ситуация. То есть, возникают вот эти вот риски. И у нас все начинают очень активно чесаться по этому поводу. Резюмируя по поводу того, будет 200 или не будет 200. То есть, в ближайшее время нужно понимать, что если курс доллара будет 200 рублей за доллар, это очень высокая инфляция. То есть, импортные товары, они и так выросли в цене. То есть, они выросли в цене, потому что есть долларовая инфляция, есть логистические сдержки на физическую доставку товара. Есть логистические сдержки в финансовом плане. То есть, когда вы проводите валютные операции, вам нужно вывести за контур России или наоборот завести в контур России. То есть, есть логистические сдержки, которые тоже на это непосредственно влияют. И у нас уже импортные товары, прямой импорт. То есть, не какие-то комплектующие, которые заводятся на территорию России, а вот прям на прямой импортные товары. Они уже, в принципе, выросли в полтора-два раза. То есть, если курс доллара будет 200, опять же, это просто физический рост в два раза. Плюс логистические затраты спокойно можно процентов 50 накрутить. И тогда нужно понимать, что импортные товары будут у нас стоить еще там в два с половиной, в три раза больше. Например, китайские автомобили, которые раньше там за полтора-два миллиона особо никто не покупал, а сейчас просто дуром покупают там за 3-4 миллиона, у них ценники будут в районе 8 миллионов. И это касается всего. Все электроники, техники, товаров народного потребления. И тогда возникает вопрос, что произойдет с покупательской способностью населения. У них денег даже на еду не будет хватать. Тогда это надо будет все индексировать в масштабе страны. И тогда получается, что государству все бенефиты, которые, с одной стороны, оно будет получать за счет того, что экспортеры-то вроде бы как больше будут платить. Возникнет вопрос, что нужно будет индексировать и государственные расходы, что нужно индексировать на законодательном уровне минимальный размер оплаты труда, к этому много социальных пособий привязано, пособия по безработице, штрафы различного рода, тоже привязаны к минимальному размеру оплаты труда. Это за собой тянет громадные проблемы, которые, в принципе, не перекроются растущими доходами от валютной переоценки. И поэтому этот уровень будут защищать. Это не произойдет прямо сейчас. Можно слушать что угодно и кого угодно, но просто я сейчас вижу, что очень многие пессимисты, которые говорили, как все будет плохо, вынуждены признавать факт, что ошиблись мы в своих прогнозах и в адаптации российской экономики. К чему я призываю? К тому, что нужно быть неким таким разумным человеком. Возможно ли такое? Теоретически в долгосрочном периоде в принципе возможно. Возможно ли это прямо сейчас? Скорее всего нет. То есть курс доллара будет стабилизироваться где-то в районе 80-90 рублей за доллар в ближайшие полгода. До марта 2024 года я не думаю, что на рынке будут какие-то серьезные резкие колебания в плане валюты. У нас потому что выборы президентские в этот промежуток времени. Соответственно, любое изменение располагаемого дохода населения на этом промежутке времени будет как бы сказываться негативно. Любой разгон инфляции, инфляционных ожиданий тоже не является позитивным элементом именно в такие горячие периоды. Что будет после? Посмотрим. Сейчас можно говорить о том, что нужно использовать возможности, которые предоставляются в этом контексте. Но об этом поговорим в следующем видео. Поэтому я призываю вас обязательно подписаться на канал, прокомментировать данное видео, что вы думаете, чего конкретно я не коснулся и щелкнуть на колокольчик, чтобы не пропустить именно видео. Что же делать сейчас? Что позволит защитить свои средства от инфляции? Стоит, не стоит покупать облигации или облигационные фонды. Об этом поговорим в следующем видео. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.